Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что Рафаэль был выучеником флорентинской школы, а потому что Рафаэль, какой бы он не был гений, а гениальность его, она несомненная и очень любопытная, в чем сказывается. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И я так была очарована этим своим сверстником, правда, что, конечно, Панночка в отставке сам себя воображал, и у нас с ним очень была замечательная жизнь. Но мы на лошадях вскакали, знаете, вообще, если нет, чем смеяться, это замечательно, потому что он меня уберег от мальчишек во дворе, они такие вульгарные были, а тут такая высокая замечательная дружба. Но дело заключалось в том, к несчастью, что я вырастала, а он нет. И это единственная была причина, по которой мы расстались. Так и были, или поры, а я росла. Но потом, когда я была студенткой второго курса, и у нас учился такой, такая была дамша, Эльмор Горзентель, и она показала нам эту картинку, и я поняла, что я влюблена. Да. Это был второй случай, когда я влюбилась в портрет. Что-то продолжается. Душево поглядет, я не знаю, не могу сказать, что... Не равнодушевно. Не, жаль. Он даже мигает. Ну, может быть, вы меня любите? Да. Безусловно, да? Знаете, здесь мы вступаем в ту область, которая очень интересна в наших взаимоотношениях с искусством и с произведениями искусства. Когда, с одной стороны, даже в репродукции, не говоря уже о том, когда вы видите подлинненький этот портрет. Очень хорошо понимаете, помните, чем мы с вами закончили прошлый, не прошлый, извините, когда я сказала, что самоценность становится живописной поверхностью картины. Вы помните от нашего взаимоотношения? Да, да, да. Самоценность становится сама живописная поверхность картины. Она сама по себе уже есть содержание этой картины. Когда здесь, помимо вот этой абсолютной самоценности, живописной, которая всегда Тюциану присуща, был гением, конечно. И поскольку венецианцы поставили и решили проблему с танкоризмом, то он, я бы, помните, рассказывал на прошлом занятии, что делать с картинами Тюциана, если снять изобразительный слой, а оставить только подмалевок. Это все равно картина, только это картина Кандинского. Но эта картина, это все равно живописное произведение. То есть он живопис, как живописное произведение изнутри, на межплеточном уровне, самая основа. Это надо понять. Это то, что и делает гениального художника, живописца, таковым. Его сравнивать с кем-либо очень сложно. И он очень прогрессивно все время развивается. Все время развивает живописную технику. Вот эта вот вещь, она не просто бесподобна. То, что в настоящей живописи европейской, посмотрите, какая любопытная вещь, как он живописно связывает этот портрет, ну, что ли, пространство, в котором живет этот человек, через стену, которая пройдет на стену. Как у него вот эти вот такие спрятанные, серебристые тона. Очень сложно. Вы должны писать, а как это написано? У него есть, я сейчас не помню, в Национальной галерее или, или, да, в Национальной галерее. Это не было. Она в Национальной галерее. Сидит Мадонна, а сидит, не Мадонна, женщина, и у нее на руках младенец. И вам кажется, что эта картина попала сюда случайно? Потому что этот децент представить себе невозможно. Но она написана так, написана по живописи так, как будто ее написал кто-то между Клодом Манне и Писаро. Она написана пуантелизмом просто. Это просто пуантель, которая создает вот это вот дрожание, дрожание всего живописного пространства. Вы подходите, вы не верите своим глазам. Там уже нет ни пяточек, ни мордочки младенца. Это сплошная живописная вибрация. Я просто перепелил Эмбрандта в свободе живописной. Не случайно Кандинской. Василий Кандинской сказал, есть только два художника в мировом искусстве, которых я могу называть абстрактными живописцами. Не беспредметными, а не предметными, но абстрактными. Это децент Эмбрандта. Почему? А потому что, если вся живопись до них, она вела себя как окрашивающая предмет, то децент включает момент окраски. Он включает момент живописи, как колорита, не зависящего от предмета, который он задержал. Это уже под самый конец жизни. Это мы с вами к этому подойдем. Это святой Себастьян в Эрмитаже. Когда вы просто подходите близко и видите, что это все уже пальцем надеется. И ездили, вы понимаете, что это фигура Себастьяна. А там все это в хаос живописный погружается. А здесь это такое удивительное совмещение вот этого света, вот такого серебристого вибрирующего пространства, вот этой вот шубы, которые на нем одеты. Это неожиданности, очень большие неожиданности. Каких-то влажных, как жеватых волос. И очень-очень светлый голос. Очень светлый голос, который подключается в эту серо-голубую вибрацию атмосферы. Но это есть живопись, которую вы можете бесконечно смотреть. Стоит просто перед холстом. Но я бы хотела сказать, что здесь есть что-то, что очень сложно передать словами. Считывание совершенно произвольное, импрессионистическое. Считывание персонажа или личности, которую он пишет. Если вы смотрите на Пьердо ли Франческо и вот на этого умбрийского, урбинского герцога Федерико де Монтефельтро, мы считываем его все примерно одинаково. Мы даем ему примерно одинаковую картинку. А здесь считывание, это называется объективизированная видимость. Когда объективно мы видим все одно и то же, но это видимость, потому что считываем все равно. здесь есть что-то, что многосмысленно. То есть, когда вы сталкиваетесь с личностью человека, вы никогда не можете, ни я вас, ни вы меня, однозначно дать определение. Вы понимаете или нет? Есть энергетика, есть энергия, есть то, что мы обнажаем в себе, есть то, что мы прячем в себе. Это сложный текст. Это сложный текст. Поэтому я, Дмит, лично могу сказать только, что вы не уже не те, кто задал параметры такого портрета, когда он пишет мужской портрет. Он пишет. Так же, как и в молодом человеке, которого я назвала. Он выделяет лицо, выделяет лицо. Жест, как вы видите, да? И руки. Остальное как бы спрет. Вот эти вот акценты. Вся драматургия на этом строится. Вот такая вот рука. Вот пространство, которое изменило. А вот это, вот он так перчатку держит, как будто кинжал в руке, а не перчатка. То же самое вот это вот его лицо. Как он внимательный, как он внимательный, как он светлый сервер. То есть вы вдруг сталкиваетесь не с персонажем, а вы сталкиваетесь с очень сложной личностью. в ней очень сложная считываемость. И вот здесь я должна вам сказать, что то, как он понимает своих современников, какой у него есть язык художественный, для того, чтобы создать эти образы своих современников, чтобы заставить их говорить время. Тут перекидывается мостик только к одному, единственному. Герою этого же времени. Это Вильям Шекспир. Он создаёт и Шекспир. Шекспир, и другие. Он в шерпися. Они не... Они создают, уходим, создают небо. И в этом смысле он необычайно историчен. Я вам хочу показать сейчас то, что вы своего любимого имена, который, конечно, я обожаю, хотя он, видимо, стервец и малоприятный тип. Мечты совершенно невероятные. И, повторяю, я могу сравнить мощь и актуальность, что ли, непроходящую от этого исторического полотна только, конечно, Шекспира не с кем больше. Как говорится, перевод из Шекспира, только непонятно из какой пьесы сразу из всех исторических трагедий. Называется это портрет папы Павла Третьего с племянниками. Это папа Павла Третьей и два его племянника. Одного зовут племянника того, кто кардинал Арсини, который стоит за спиной у папы. А вот тот, кто справа, это тоже вот... Вообще племянниками папы очень часто называли своих незаботных детей. Они их от себя не отпускали, делали им карьеры, очень о них заботились, и дочери. Но они их называли племянниками и племянницами. Очень редко было вроде Александра Борджа, который своих сыновей называл сыновьями, свою дочь, называл дочерью. Но в основном они звали племянниками. Поэтому вот этот вот самый Павитов и как второго звали Арсенин, врача Старсенин. То есть вот два его племянника. Значит, я картину эту видела. Поэтому выслушайте меня. Она написана, это первый раз вообще в истории мирового искусства. Она написана одним цветом, только взятым в различных интонационных временах. То, почему и говорит Кандинская абстрактная хрустка, где это один цвет. Это цвет крови. Даже могу назвать красным. Это цвет крови. Даже не представляете себе, насколько она искажает то цветовое решение, о котором он задает картине. вот такое ощущение, что то, почему Кандинская кровь и он крыт ее вращает скрыстку и пишет ее в кровь. И в данном случае вот сама по себе, сам по себе цвет первое из определения формы, определение формы, чашка, цветок, рука из определения формы становится содержанием А вот одеяние папы получается это сам холст, оно не окрашено получается, как улыбка? Нет, сейчас я расскажу, потому что он говорит, очень искажение большое цвета. И вы видите, что красный здесь доминирующий. Но вы даже не видите, какие у него ноги, вы не видите, какая там занавеска, вы не воспринимаете этот цвет. Вот корыто с кровью, в котором просто добавлено гуще-не гуще. Трававый век, кровавые дела. Что? Трававые сердца. И жестокие сердца. И вообще кровавая связь в фильме. Вот это занавеска, а вы ее не видите вообще. Эту занавеску, представьте себе, вот занавес, да, ну он, этот занавес, вот его пропитали кровью. И вот сыром таким повесили. Вот как будто он весь какой-то человечий, бычий, животных, медведей, быков, людей. Вот мокрая вот такая вот. Это страшно, убери вас. Это психически тяжело. там вот такая занавеска. На фоне этой занавески, вы просто не видите даже как занавеска, вы понимаете, что в фоне. А в фоне вот эта вот пропитанность крови, чего-то стены занавеска. Вот чистый артериальный, чистый, это алая вот это вот сам его премианик, арсин, кардинал арсин. Наверное, такая шапочка, лицо бледное, такое все уничтожено. Папа, и вот это, видите, вот тут тень, да, на юбке. Вот такое ощущение, подкрытие, что она вся захватана кровавыми руками. Тут тени все красные. Все тени красные как будто вот захватана нам кровавыми руками. Она жуткая совершенно красная. И такой слабый, старчестый, гневой, крови, вот эта пелерина, как бессилие какой-то, какая-то разбавленная. Но вот это тип, это что-то. Во-первых, у него морда красная, какие-то фиолетовые, тут какие-то серебристые ноги, а у него какие-то фиолетовые красные. Папа сидит, как будто в мышеловке. Ему некуда поддаться. С одной стороны, вот у него со спиной стоит вот это вот его племянь, Корсини. А тут вот ягу, понимаете? Вот этот вот тип ягу. Вот если здесь у него Ромео, Ричарды, то это ягу, это настоящий ягу. Он физический ягу, он по существу, яг. Он как бы с двоим на самом деле, он как бы подрадуется вот на этих пацанах такими неслышными шагами. У него такое страшное лицо, он так гипнотизирует, как папа его боится. Он аж втянул в плечи, весь поддался, сжался весь. Он пишет страшную картину. Он пишет страшную картину. Это драматургия, она сценическая драматургия. Это настоящая драматургия сценическая. Он выступает здесь как драматург. Он выступает здесь как драматург, которого могут звать не Тициан Учаула, а как Вильям Шекспир. Это того же уровня и того же накала. Он понимает историю, не как историю фактов. А как историю действий и дел. Он понимает историю не как историю фактов, а говорит, история делается на крови и насилии. История творится на насилии и на крови. И нет там отца, сына, матери. История это не семейная отношения. Это распалась эта связь. История творится насилием и крови. Потому что это, конечно, доминанты Шекспира. Творение истории насилия. можно вопрос? Пожалуйста. А вот такую кровавую картину тоже заказали папы? представьте себе, я недорассказала просто еще. Причем он папу еще страшнее писал. Я когда в Толедо огромная галерея в соборе Толедо кафедральном, там есть такое место, где хранятся картины. И вот там в Толедо вот там, где хранятся картины, вот в церкви, в соборе Святого Якова, в этом соборе Святого Якова. Там внутри собора такая галерея внутренняя. И там такой страшный портрет папы. О, это вообще просто какой-то сидит вообще там царь Кощей над Златом чахный. Те пальцы такие тонкие, сухие руки, шапжатая голова. И он без шапки такая перешивая. Такой волк потрепанный, подбитый оооо, это что-то страшно. Пишет историю. Надо представить себя. Представьте себя. Проходит время. Картина принимается. А что? Проходит время. и происходит замечательное событие. Происходит очень замечательное событие. Этот вот самый Ипполита утопляет в тибре своего братца. Он его убил и бросил в тибра. Почему? А потому что братец стоял на пути его кардинальского продвижения. Вы что думаете, он не получил кардинала? Получил. Перешагнув таким образом через брат, он стал кардиналом. Вот этого человека, которого Тициан пишет вот в этом таком. Он был секретарем у папы порой третий гледным лицом мертвеца и великомученика. Вот в этом чистом алом написано. Когда вы смотрите на картину, вы сначала видите это пятно, а уже потом сюда. Вот так закольцовывают эту позицию, что у вас глаз переходит от этого на это и потом на папу. Вы вот так ее смотрите. Раз, два, три. А фон общие, вот это вот самый кровавый. Ну для чего? Спустя еще какое-то время он становится кардиналом. А ему мало хочет быть папой. Вот иконечко шелковым шнурочком удушает папу. Может как ощущение, что сейчас вытащит шелковый шнурочек и удушает папу. но у Тициана провидения были и похлеще этого. Провидение и похлеще это было. К сожалению, не могу вам показать эту картину, просто нету ее теории продукции. она так сейчас я вам расскажу про этот портрет Карла, который находится в Мюнхене. Вот такой огромный вертикальный портрет. Папа сидит в черном, одет в цвета гидарьги, черный берет, одет как гидарьгу, не как папа, а как гидарьгу в кресле. Так вот сидит в кресле. Ну такое волчье лицо, габлорское челюсть, это голова, какая-то неуверенность, какая-то хорок в своей позе, такая странность, почти плоский, какой-то почти исчезающий. Он сидит в кресле, на фоне колонны, он сделан как торжественный по форме, в существо он очень тревожный, очень тревожный, очень болезненный. И за его спиной неожиданность, пейзаж, серый пейзаж, дождем размытая дорога, пановые деревья, и вдали маленький такой домик, как хижин. Неожиданный контраст между торжественностью парадного портрета, очень странной, нервической, нервическим состоянием Карла Пятого, который вовсе не соответствует его положению. Это удивительный пейзаж, на фоне которого, который виден в проем вот этой вот колонны. И это оказалось пророческим моментом. И это оказалось пророческим. Вот это, да? Вот, молодец! Вот это, я понимаю, мужчина. да? А как это даже не дала. Вот. То, конечно, опять-таки, уж прошу меня просить ничего общего подсветить. Но хотя бы вы можете видеть... Портрет Карла Пятого. Это вот это самое мелькости. Но вы хотя бы можете видеть вот тот пейзаж, о котором я вам говорю. При этом, что здесь не так? здесь все одним цветом, да? А здесь есть сочетание красного, потому что здесь красная вот эта вот дорожка, ковер красный, на котором он неожиданно резкий. Сочетание красного и черного очень такое резкое сочетание. Габилен за его спиной, колонна. А там непонятно. Окно. не окно, галилье. И вот этот вот представь, вот этот вот разминутый такой совершенно. Видите, он где хижина стоит? Вон хижина, да? И все это, знаете, вот серое, как вот на поздних полотнах Левитана. Такой вот рассе, не еще рассе кинует собраску. такие вот абсолютно такая вот грязь, осень, неумытость, неприбранность. Такая странность. Об этом портрете говорят, что Карл подавал вот пестивовый. Что вы думаете? Что вы себе вот поняли? Я еще буду касаться этой страны вещи, но как ты, который говорил, в моей империи никогда не заходит солнце. У него Испания в Кармане, у него Фландрия в Кармане, европейская колония Испании. Он император Западной Римской империи всей, плюс всех колоний, которые к этому моменту уже работали и возили и ходили пароходы и уже оператор изо всех пиратской движения. И он говорил, в моей империи никогда не заходит солнце, естественно. Как он себя чувствовал и вдруг в один прекрасный день он при жизни своей делает завещание и делит свою империю на две части. Одну часть Испанию в колонии и Фландрию оставляет своему сыну Филиппу II и наш дедникам. А вот западноевропейскую часть империи, то есть западную римскую империю оставляет своему дядю Василию Иванову. Так вообще никто никогда не поступал, никакой правитель, никакой император, так никто никогда не поступал. почему он так себя ведет? А вот почему он так себя ведет? Потому что это был первый и единственный человек в 21-м могущественной такой в мировой истории. А что случилось? И единственный случай, когда император отрекается от истории. Это был человек, который отрекся от мировой мировой. И для того, чтобы после его смерти не было междоусобиц, он свою переразили, потому что он боялся войны между двумя законными наследниками, родным дядей Максимилианом и родным сыном Филиппов Второй, зная очень хорошо и того и другого. Что думаете, он делает дальше? А дальше устраивает похороны, он объявляет себя умершим. Император умер. Он как император умер. И стоит у окна и смотрит как его хоронят. Потому что похороны по всем правилам. Он посидел за тем, чтобы похороны прошли по первому роду. И страна похоронят. После чего ушел на стыль. Вот тут не надо все туда ушел под родину и жил еще какое-то время. Даже ночью понятно, когда он был. И он наработал в том. Он принял посты. Да. А папа дал согласие на то? А он его не спрашивает. Он же умел. И тот мне даже пикно дыхнуть бы не смог. и выращивал танцузы и делал его задумок. А к его личности мы еще вернемся, когда мы будем говорить об этом время, а когда мы будем говорить о нидерландах, потому что ты имел очень большие последствия для истории и мы там вы поведели. А сейчас я просто об этом не знаю. Так же как говорил об этом. Вот непонятно, то ли вот этот пейзаж Тициана что-то странное произвел его душе, то ли Тициан будучи все-таки так же как и Шриспер абсолютно генеральный человек увидел то, потому что окно это всегда еще и будущее, увидел то в это окно будущее, что тогда не было никак. Вот эту вот точку в конце финал. Нашли да финал. видел прям поэтому работать Тициана надо видеть, репродукция очень сильно отличается от подлинника, потому что подлинник это самая утонченная и сложная живопись, какая только может быть. С точки зрения искусства или той нагрузки, которая может на себя искусство взять, с точки зрения нагрузки, той, которую искусство может на себя взять, или той информацией, которую живопись может нам дать, он, так же, как и виллэскиз, один или два человек, является, конечно, художником номер один и фигурой в литературе или в культуре равных шахспелях, и больше не того. Это, конечно, фигура номер один. Да, человек в полном алфавите своего времени это время описал. А как может человек, живущий внутри времени, описать его из времени? Вот ведь почему. Он живет внутри времени, он благополучий, он обласкан, он первый человек Венеции, он непререкаем, он равен папе, он равен Карлу. Но люди, жившие рядом с ним, почему Карл подавал ему кисти? Потому что он этими кистями давал им всем бессмертия. Ну кому нужен Карл, чтобы каждый день о нем кто-нибудь в мире говорил? Так говорят же, сколько экскурсий ходит по музеям, рассказывают же о нем. Это то, о чем Булгаков сделал замечательную ремарку в «Мастере Маргарите». Тебя помянут и меня отрулял. Правда, да? Верно видно? А кому нужно пить пилот садим золотой копью шестой прокурат ремен там, да никому. А был он, чтобы а нет он рядом. Поэтому в финале у него в Мастере говорит «Аня, помните идут по дорожке лунной ремен и по лунной дорожке идут рядом? Они все по лунной ремен идут рядом. Но главный человек конечно птица. Они идут по его лунной дорожке, а не он по лунной дорожке. Поэтому Ахматова сказала «Поэт всегда в главе». Принадлежит ей эта фраза. Поэт всегда прав. Художник всегда прав. Но тогда в те далекий фраза. Понимаете, Медичи понимал, кто такой Микелин и Юлий Второй понимал, кто такой Микелин и Венеция понимала, кто такой Тициан. И Карл Пятый, Первый Медичи понимал, кто такой Тициан. И поэтому Полит Ца писателям нужен читатель. Театру нужен зритель. Вот я буду вам рассказывать о театре Шеспира. Театру нужен зритель. Художнику нужен персонаж и отца. тогда Получается. А если нет читателя, нет зрителя, если нет Карла Пятого, которого ты можешь вот так написать, или даже Павла Третьего, который ты можешь так написать. И он принял это. А если только понимаете, есть Глазунов, и перед Глазуном там Брежнев и Коколом написали. Они же одинаковые. Да? Как говорил знаменитый братовский герой, актер, который обучал Артуру Уи актерское мастерство. И он говорил, я вам могу сделать любого Бисмарка. Вы мне только скажите, какого Бисмарка вам надо. знаменитая фраза Артура мне сказать, как у Бисмарка вам надо. А им все время хочется сделать вот такого Бисмарка. И ни художника, ни такого Бисмарка. Видно, что и делали. Вы говорите, как принял. А вот так принял, потому что они равны были. Понимаете? Потому что это масштаб определенный. Потому что была определенная эпоха. И вот я сейчас хочу сказать вам то, о чем мы с вами будем сегодня уже говорить. Не существует Тициана в пустоте, не существует Шекспира в пустоте. Все должно быть на этом уровне. Должна быть среда, должны быть личности, должно быть время историческое заряжено этими определенным уровнем характера и возможности его появления, истории и ее творения. Они были сами творцами истории и жили в 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 исключено. Не так писать, как Шекспир писал, не так писать, как Терцар написан. Просто по осмыслению формы речи нам лучше для Тициана первого я. Цвет не конструкция, как у Рафаэля, цвет становится психологическое и драматургическое и драматургическое форма. Вот эти вещи лишенные представления о том, как они написаны. Знаменитый этот конный портрет Карла Пятого в праге. Вот это. речи. речи. Вот вы знаете, как висит, так интересно очень это ответ. Вот там, когда надо идти на второй этаж, в галерее правда с первоэтажной части по лестнице деревянной это лестница широкая. Понимаете, с одной стороны. Вот вы стоите перед лестницей и вот на стене прямо лестницы и вот прямо на стене привыкли. Огромная швизит один. Какими словами я могу описать свою эмоцию, кроме потрясения? А потрясение очень сложно описать. это знаю я эту работу по воспроизведению, по деталям, но все равно я ее вижу первый раз. Первый я не могу отойти от этой лестницы, потому что я вижу перед собой образные вероятны. Как то, что я вот все подчеркиваю исторические. Это человек, который есть внутри история и осмысляет ее изнутри. Две точки скрещиваются в нем изнутри и снаружи. Даже три. Он современник, вот же вот в это время, он описывает это изнутри. Вот какой-то своей гениальной праведческой интуиции, которая дает ему эту точку снаружи. Он описывает полководца как всадника смерти. Вот всадник смерти, больше ничего. Великий полководец, великий король, он всадник смерти. Он описывает его как всадника смерти. черный грушин, опять этот алый красный его цвет, цвет крови, крови истории, отцветы, отблески этого красного, на ватах, на копье, на лице, вот эти вот самые перья, которые стали привозить из Америки, старые перья, которые крашены, которые вошли в муду. И закат пепел грушин. Не восход, а закат. Он пишет на фоне заката, пепель на красном, все небо, пепел и дровь. Вот вы стоите перед этой картиной, и вы понимаете, что перед вами не только портрет такого человека, но некое совершенно глобальное обобщение, осмысление. Такое вот, до которого поднимается, может быть, Пикассо в 20-м веке. Это просто удивительно. И конечно, с ним в живопись приходит очень многое, что, и в том числе с ним и с Джорджоны приходит целое заправление в искусстве, целый жанр, новый абсолютно жанр. об этом в сравнении. Как вы считаете, отношение к авторской копии? Это Алиния, Эдуарда, по-моему. Это начало европейской живописи. Живописи. Не искусство изобразительное, а живописи. А это новый начало, второй начало европейской живописи. Салон независимых, 1864 года. Здесь написано новая женщина. Ну, такая феминистская женщина, герцегиня, которую зовут Изабелла Деста. Она настоящая героиня того времени. Она тухая мужа, она новая женщина. Она не то, что может обнажённой позировать перед художником. Это к чести её. Это время, когда куртизанки правили миром. И она, герцегиня Урбинская, говорит, между прочим, я не только очень современная женщина, но для меня большая высокая честь быть также и куртизанкой. Потому что куртизанки не обязательно были женщинами из грязных предместей, просто красивыми. Нет. Куртизанка это то же самое почти, что гетерра в античном обществе. Это женщина умная, образованная, которая даёт импульс общества. Высший импульс общества. У неё клуб, у неё салон, она так может принять своих гостей. Это обязательно женщина красивая, это обязательно женщина очень хорошая, очень образованная. И если мужчина это и политриминальди, то женщина это герцоги не вопинская. Ну парочка. Вы на него смотрите и понимаете, что у него под его замечательной шубой и камзоном обязательно одета кольчуга. Вы понимаете, что на нём в панцире кольчуга одет. Вот я, например, вижу на нём эту кольчугу. А потому что удар кинжал и дело простое. тонкое кольчуга на нём обязательно рубашка как кольчуга и перчатку держит как кинжалу. А женщина того он пишет мужчина и женщина пишет герою своего рода. И когда Эдуард Моне сказал, что он возвращается к живописи, он возвращает искусство к живописи. Вот что это называется. Авторская копия. Не по мотивам, а авторская копия. Тут служанка, тут служанка даже не упасть. Даже жестовый кинем и ноги композиции. Видите, с браслетиками, цветом. Она героиня своего. Даже имя такое, олимпиад. Вообще ее звали Викторина Номера. Она была известнейшей партизанкой этого времени. Возлюбленной Эдуарда Моне он очень часто писал. Если мы отражение или параллель миру Тициана видим в литературе того времени, в мемуарной литературе того времени, в драматургии, для нас ближе всего и вообще это ближе всего это Шекспир с его точкой зрения изнутри и извне. Вот этим монтажом двух точек, даже трех несколько и очень появление новой темы, а именно темы истории и историчности. Здесь он пишет тоже героин суверенную такую вопросов мужичи, которая была знаменитой партизанкой и параллель ей замечательный роман братьев конкурс актрис параллель ей роман имени Лизавяна параллель ей роман Вальзак то, что описывали эти писатели в своих параллель режешься провели ей историю и точно так же как не просто нравы не просто история литературы в искусстве очень чувствительную инструменте времени вернуться назад чтобы идти вперед понимаете понимаете ли вы меня точно так же как вы видели концерт Джорджона да тот же самый глаз маленький этаж и талли номер тот же самый стиль того же самого он абсолютно плакатно говорит иду туда чтобы выйти туда я иду назад чтобы выйти выбросить из кустов перед а с другой стороны скажем продолжение это жить продолжение это жить только это в испанской литературе в испанском искусстве всего две обнаженные это маха гория который по этому образу его неповторимая его неповторимая Венера который как вы увидите аукается так же стационарно а потом это 17 лет а это 19 только Энгар в своем образце идет за Юландский за а Эдуард Ман за Те Церемон почему Эдуард Ман идет за Те Церемон потому что это точка от которой отправляется поезда он для того чтобы выйти вперед возвращается вот к этой вот самой точке к ночи как говорил замечательный Пелемир хребников для того чтобы выйти вперед кверху мы должны подняться гостью мы должны подняться гостью откуда течет для того чтобы идти к выходу и вот подняться к тому моменту откуда течет река для того чтобы идти к выходу что касается Энгара это вот на воздушном кухне и здесь есть автор степень но совсем другой вариант и у Пикассо огромное количество картин которые повторяют так это вот на воздушном путях голосов переключки искусством без цистированного настоящего искусства художнику обязательно а он председатель это абсолютно и для того что у нас было я думаю что вам понятно почему он обращался тетцар его живописи там как он писал багажан так писать тетцар никто пусть он не мог уже и его секреты не знал не ласкес не знал никто они не знали что он пишет холст то есть они знали что он пишет холст но они могли понять в чем там дело а у него вот эти вот теми это чистый холст когда он стоит перед картин вы видите только холст грунтованный определенного цвета этот цвет просвещивает и там вот это волшебство необыкновенное а прожив сто лет дизайн писал все лучше и лучше он так изменялся он писал все лучше и лучше и когда я впервые увидала святого Себастьяна у нас он лежал честно вам даже сказать я не понимаю как это написано до сих пор никто ничего не вы понимаете что стоит привязан к дереву святой Себастьян только когда вы близко когда вы далеко когда вы близко вы не видите ничего видите месиво просто живописное месиво он краску писал рукой там видны следы его пальцев на стен он писал мастахи и и этот святой Себастьян очень отличается от всей этой линии тем особенно от Себастьяна Донесина Полоева где показаны прекрасные юноши красавцы стойкий такой героический стаицизм здесь мир ввергается в хаос и Себастьяна уже не нужно потому что мир возвращается хаос вот эта краска которую он пишет которую месяц один и тот же цвет там даже нет уже никакой разницы он тело Себастьяна пейзаж которого нет пейзаж который приватился в хаос он он пишет одним цветом и поведет потому что действительно вы видите абстрактную жильописи это обязательно надо видеть потому что цвет уже жильопись не определяет она сама по себе и есть содержание и это содержание мир упадающий в хаос все это удивительный крик и это удивительный крик пустоту будущего но не думайте пожалуйста что это есть все случай я не говорю о том что я хочу сказать я хочу сказать что вторая половина 16 века конец 16 века это было время особого вообще 16 век был особым с одной стороны это была величайшая точка развития гуманизма искусства и европейского гения и науки потому что был Галилея потому что был Джордана Брон вы не представляете себе кем был Джордана Брон Джордана Брон был первым кто занимался Гренландией кто занимался исследованием Гренландией кто говорил Гренландии то к чему только сейчас науку он очень был дерзким человеком с другой стороны пуританство инквизиция орден кристаллизуитов это все уже работало внутри никакой однозначности все так и внутри этого напряженного сложного борческого состояния кристаллизуется международное сообщество я бы сказала левых интеллигент международное сообщество интересно они практически все были в контрреформации вы прошу себя представить они все были против Мартина Брон безусловно католиком был шекспех он был католиком сторонником партии стюардов это вне всякого сомнения даже не англикан а именно сторонником партии стюардов католика это ясно совершенно дюрер дюрер который происходил из первого протестантского абсолютно протестантского несовершенно обывательского города который назывался Нюрнберг это самый ярый противник дюрер Мартина Лютера и когда он умер то Виллибарь Принцгеймер который переписывал с его очень большим другом геометром чертогом он писал его погубил Мартин Лютер его собственная жена он не умер собственно смертью это они не умер его смерти потому что он пережит на то же самое Микеланджело и вы не думаете что они жили не зная ничего друг 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 и не оказались милой нет они входили в очень интересное сообщество все например вы знаете я вам скажу такую вещь например вы знаете что под конец жизни Микеланджело в той же сексинской капелле где он потолок раз писал написал страшный суд на стене они стали писать страшный суд все они стали писать финал выстраивающийся трагический финал как Тициан в Матхинском Бичеване и в Святом Себастье они все писали апокалипсис все Дюрок писал апокалипсис Леонардо писал апокалипсис все писали апокалипсис не поклонение волхвов начало да а апокалипсис финал и они это не интуитивно и написал апокалипсис и все мне сказки Шекспира вообще у него апокалипсис абсолютно они его осознавали они ставили дату когда он начался они были апокалиптиками это была определенная группа людей но имена каковы да и они входили в сообщество они входили в это сообщество тайно находили в это сообщество апокалиптиков центр этого сообщества апокалиптиков находился герцогин Босхин И у него был знаменитейший глава, и они писали послания папам. Мы живем с вами в историческом забвении невежества. Мы совершенно не знаем, что делалось в мире, что делается в мире. Почему? Потому что история, которую мы читаем, она пишется вся настолько или невежественная, или идеологическая. Идеологическая. Я, когда получила доступ к литературе настоящей, я изумилась, до какой степени история, с одной стороны, линейна в нашем представлении, а с другой стороны, уплощена. Понимаете? Мы видим историю уплощенно и линейно. А она не линейна. И не уплощена. А она эмберна по своему пространству. Любая точка истории сферична, эмберна. А вот это вот 16-й ровно, абсолютная в мире. Там такое количество граней в этом магическом пристале. И вот эта особая группа людей, которая концентрировалась в совершенно точной ориентировке, что страшный-то суд, он не будет. Он уже идёт. Он уже есть. Так же, как у шекспера страшный суд. Уже есть. Он не будет. Он уже есть. И у Тициана страшный суд. Уши есть. Они не случайно пишут страшный суд. Или опокалипсисы тоже все. И они уже не пишут поклонение вам. Или если пишут, то наоборот тому, что писали. Совершенно наоборот тому, что писали. А оппозиционно, как это сделал Брейгель. Ну, по-моему, он один только не писал. Это было уже неинтересно. Это было неактуально. Страшный суд был кто? И они писали послание папам. Известно, сохранилось 7 посланий папам. О том, что страшный суд наступил. И они все ставили диагноз страшного судна. Почему они считают, что страшный суд наступил? Почему они считают, что апокалипсис наступил? Они же это аргументировали, правда? Они же не просто так пишут. Но они аргументируют. Но о том, как они аргументировали, что они писали, я расскажу вам. О том. Но было именно так. И эти люди были очень между собой сплощенными. И они друг о друге знали. Хорошо знали о настроении. Один друг. Я вам должна сказать, что в книге «Вазаре» о жизнеописании итальянских художников есть только один художник. Не итальянец. Это Дюрар. И живет Дюрар постоянно в Италии. Практически. Он живет у себя дома в Нюрнберге. И на улице. Очень иногда. Но не может он умер. В Италии. Где очень хорошо. И по делам вот этих ездит в Нюрнберге. О чем он оставил? Дневники, путевые записки, путешествия. Он просто очень глубоко связан с этим обществом. А во главе обществу, как бы вы знали, кто стоит? А кто стоит во главе этого общества? У него есть реальный глава? Имя, которое мы можем назвать. Ну, конечно. Его звали Ян Ван Хана. Или Ян Ван Ахен. А мы его знаем, как Иран Нюрнберг. А мы его знаем, как Иран Нюрнберг. И он был главой вот этого круга людей, которые называли себя адамиты. И которые были апокалиптиками. Это были люди из разных стран. И они себя не афишировали. Да и мы о них узнали сравнительно недавно. Но вот Булгаков знал. Когда я вам буду читать в Оскор, вы же не можете не согласиться в том, что он писал только Страшный Суд и Апокалипсис. Больше уже ничего. Просто, отраведно. То я почитаю вам Булгаков и Босх. Потому что Булгаков просто цитаты из Босха. Постоянные, постоянные, постоянные. Он корреспондируется с ним. Эдуард Манет корреспондируется с этим децентом. Вот Шекспир с тем децентом. А вот Булгаков с Босхом. Причем напрямую, открыто, с цитатами. Силу, повторяю, нашего уплощенного и линейного сознания, нам в голову это не приходит. А он принадлежит тоже к этим же Адамитам. Он точно так же им созвучен. И, конечно, просто на Адамитской теории написано им собачье сердце. Просто я вам покажу. Буквально. Видите, картины искусства в достаточной степени сложные. Картины жизни в достаточной степени сложные. Они с небольшим разрывом друг от друга соединены. С небольшим разрывом друг от друга соединены. Но в порядке идей, образа жизни. И в порядке очень горького наблюдения и разочарования, которое все проходит через мир. Все проходит через мир. Они прямые современники. Они прямые современники друг от друга. Они прямые современники Шекспирта. Во всем мире люди одного мировоззрения слышат друг от друга. И всегда слышали. И всегда шла война и друг от друга. Хотя, конечно, то, что я говорила до этого, это тоже правда, что я им все-таки ценила. Поэтому я вам почитаю сейчас, как бы вам сказать, Адамитский круг. Будет читать Шекспира и Адамитский круг. Я вам что-то хочу сказать, что Время Тициана точно так же, как и время Шекспира. Это время больших, хороших. Это время очень сильных. Это время очень больших форм. Очень крупных форм. И надо было быть и Тицианом, и Шекспиром, чтобы уметь во всей полноте этих глобушек выразить, вылепить. Оставить их нам. Сейчас я постараюсь вам показать еще одну работу Тициана. Сейчас я хочу найти, как бы, на книжке. Вот, вот тут. Это его картина, в которой висит эта лунгская картина. Как она называется? Она называется «Три возраста». Кто сделал с нее копию прямую-то? Отвечаем корм. Сальватор Дали. А, Сальватор Дали вообще очень много лет. Ну, вы не видите вот этого. Затярдова. Ну, туда уж очень плохо видно. Вот, вот, заканчиваю просто. Человек, живший тогда, он показывает. Как очень интересно. Помните, я бы рассказывала, у Микеланджела портрет Брута, да? Это вот, Брут. Молодой. А вот, если бы он выжил, вот, это равнодушие, обрюзглость, цинизм, усталость, со следами пролеча. Ему тоже нужно показать время. Он тоже волнуется вопросом времени. Время их вообще очень много. Но он вот в этой картине показывает. Вот это вот время. Это время. Человек молодого, вот он молод, вот он в расцвете сил, вот он старик. Вот он финал крем. Почему справа налево? Что значит, почему справа? Ну, как-то в Европе, в Неверной Арабе. Ах, какие у нас специалисты, господа. Я вот поэтому и спрашиваю, не специалист. И я не специалист. Потому что он так написал, да. От момента восхода солнца до заката. Обращенный в сторону восхода, а это в сторону заката. На востоке восходит, а на западе заката. Значит, уже вполне сюрреалистическая картина. То, что самое интересное в ней. Что интересно, это удивительно. То, как бы, не предполагаемо нами. Вот это оборотничество. Это оборотничество. Что оборотничество. А сейчас-то мы знаем, мы его понимаем. Об этом зооморфическом оборотничестве. Вот это вот зооморфическое оборотничество, оно угое очень сильно. Но угое живет в 19 веке. А вот такой данный антициан. А вот это вот это. Вот это тут. И есть вот это зооморфическое. Он чувствует, когда он пишет портрет, когда он видит людей. Он видит этот зооморфическое оборотничество. Поэтому у него на волка похож артина. Поэтому у него на старого потрепанного ленинца похож папа Павел Третий. Вот это вот. Они как бы люди-то недовоплощенные. У них вот это вот начало. Хищное. Охотническое. Безмощадное. Незнающая морали. Не даже не аморальное, а вне аморальное. То есть, честно, оно у них очень сильно. Это и есть политика. Вот когда он вот такой самый макал. Юноша, такой милый, да, такой-то ясный там. Кого он изображает вот там? Вот это вот. Собак. Людей. Ну, оно все равно, оно и кищник, правда? Оно же хищник. Уже кисы, юлыки. Это вы не смотрите, что он такой очаровательный, патриции. И что лоб его светил, и лицо его чисто. Нет. Это обманчив. Молодой, молодой, сильный хищник, с клыками, уже с жаждой, вот этого самого, этой борьбы между хищниками. Лев, достигший апогея, старый волк, неслыханный вещь, конечно, абсолютно неслыханный вещь. Не три ипостаси. Не три ипостаси. Не три ипостаси. Отца сына и духа святого, да? Который как бы в человеке был короним патрицией. Или папе. Потому что это патрицией, папа, это одно и то же лицо. Это он на разных крайних возрастах. И разное хищное начало в нем пробуждается. Я даже не буду расшифровывать дальше. Потому что я бы назвала, это неслучайно, Дали сделал копию с этой вещью. Потому что он, так сказать, фрейдистский, он ныряет вглубь этого хтонического естества, хтонической правды. А поскольку в губе сидит хищный зверь, то сделать с этим нельзя ничего. Никакое просвещение, никакие благородные слова, никакие показательные поступки с этим не могут сделать ничего. Сила, жажда, власти, хищничество. Вот это хищное начало, ненасытность, абсолютное повторение одного и того же. Без выводов, без урока. И когда началась вот эта вот удивительная история раскола церковного. Верите вы так, или верите вы так, или гонение на еретиков. В средние века люди не сжигали. Их начали сжигать в 16 веке. Джордан Абруно был сожжен на рубеже 16-18 века. В 1600 году. Сжигали людей в 17 веке, а не в 16. И не в 12. Эпидемии были, ясно. Да не сжигали. Сжигал инквизицию. Инквизиция была для того, чтобы жальщик. Это естественно. Что говорить о том, что эти люди были, они были католиками. Тициан был католиком. И Шекспир был католиком. И Босх был католиком. И Юра был католиком. Они все были католиками. Они полностью отказались от контрреформации. Считая ее величайшим злом. И считая ее начиным путем в апокалипсис. Более того, они ужасно испугались этой Библии. Они испугались его причиной. Они испугались того, что теперь каждый придет и что хочешь, напишет и напечатает. И одна из последних работ Дюрера, которая тоже висит в Мюнхене, просто недалеко от Карла Пятова и рядом с его знаменитым автопортретом «Пятьсот уголов». Называется «Четыре апостола». И сзади каждого из апостолов он написал изречение из них. Он подарил эту картину городу Нюрнбергу и написал на ней гражданам моим, моим соотечественникам. Буйтесь уже пророков. Что не означало. Что не означало. Что они были примитивны в своей религии и приверженности к католицизму. Они были уже любимыми. И сам очень хорошо знал, что в душе человека не ангел. И что любовь не может стать ангельским преображением. А внутри живет. Мужчина – это так хтоническое, беспощадное нечто, что предопределяет его. Рук и ручку. Вы знаете, очень, 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 очень я люблю свою профессию. Я думаю, что для вас это не секрет. Вы это думаете. Я сейчас думаю совсем не так, как было 20 лет тому назад. Потому что я стала иначе смотреть на вещи. Самое главное у меня приток информации. Я думаю очень много. Я поняла это сравнительно недавно. Вот о тех всех связях, о которых я вам сейчас говорю. Но из всех достижений культуры, искусство, вероятно, самое важное, а литература самая массовая. Но когда я смотрю картины, я не просто гидонистическое получаю удовольствие от того, что я их вижу. Я каждый раз погружаюсь. Я каждый раз совершаю некое глубоководное погружение. Все более и более глубоко. Сразу может привести к кессонной болезни. Но постепенно, да. Потому что это дает мне и дает возможность вам передать некую картину мира. Некую картину мира. Содержание которых всегда вооружено. Каждый картинник художника. Вы помните, как древние греки оценивали своих современников при помощи конкурса? Помните это или нет? Да. Вы помните, как все остальные, кто не получал первое место, немедленно разбивали то, что они сделали. В пыль. Потому что право на существование имеет только один экземпляр. Он должен быть лучшим. И истинно. Огромное количество очень плохих художников может быть не так драматично для культуры, если есть масштаб. Но когда исчезает этот планк? Потому что только на этот уровень идет та информация, о которой я вам говорю. Только на уровне Босха, только на уровне Дюрера, только на уровне Тициана, только на уровне Шекспира. Только на уровне Дюрера идет та информация, которая должна нести культуру. А вот на этом уровне эта информация или мизерна, или искажена. И пока мы живем в масштабе, ну хоть какого-то, от которого шла вот эта вот абсолютно глобальная космическая информация. Сейчас так ведь я не знаю. Я тоже стала апокалиптиком. Не хуже ученицы раннего Босха. Ну просто я не живу в состоянии умения. Но я очень удивляюсь тому, как они тогда все так замечательно знали. А о чем они не знали? Они знали о природе, о Пограде Сесаре. Они знали от чего. Он наступает. И в послании папам они перечислили все. А в своих картинках даже и показали. В своих картинках показали все. А для того, чтобы вам не размыть, поскольку он у нас будет через несколько занятий, я вам на его картинках просто покажу вот эти семь посланий папам, а также его картинок. И вы увидите отглаз от этого апокалиптического мировоззрения. на всем поле этого мира. Что должно было случиться? Должно было случиться нечто. Но это и не случилось. И потом культура, и мир, чтобы выжить. Перешагнули через все предупреждения. Перешагнули. 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 И сказали. Проfer ныне. Ну, как говорится, внукам и правнукам нашим. Вот, вы знаете, есть художники, читать которых очень трудно. Вот Т nut creature Signora читать трудно. Почему? Потому что он не укладывается в порядок слов. Не укладывается в порядок слов. Он ни у кого не укладывается в порядок слов. Это я не в свое оправдание, а к тому, что есть художники, у которых писать и говорить легко, а есть у которых нет. Потому что есть какая-то таинственная вещь, вы получаете огромную информацию, и чем больше вы смотрите и думаете, тем больше информации вы получаете, и более сложно. В конце концов, мы не можем, знаете, есть такая замечательная пословица, ни одна даже самая красивая женщина в мире не может дать больше того, что у нее есть, да? Ни один даже, вот как? Но когда вы имеете дело с генеральным человеком, туда идете, погружаетесь, все больше, 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 в конце концов, наступает момент киссонной болезни, когда у вас начинает кружиться голова. Есть такие художники отдельные, вот как Робранд, когда вам очень трудно информацию, которую они дают, оформить через слово. Потому что эта информация в такой силе, в такой мере идет через драматургию цвета. Вы понимаете, драматургий цветовый. А как я вам его опишу, если вы ничего не видите, и я не вижу. Она идет через одновременно тот код цветовой. Она идет одновременно через композицию картины, которая связана с этим цветовым кодом. Она идет одновременно через такое знание своего времени, через такое внесение в себе своего времени и жажду это время проговорить. А что вы об этом времени не знаете? А мы ничего в этом времени не знаем. Я опять снова читала сейчас книжку «Венеция шестнадцатых лет» и «Быта нравов». Ну и что? Статистика и статистика. Читаю, читаю. За этим и встаю. Вот когда я Казанова читаю, я тогда понимаю. Я тогда понимаю, какое было время. Она через Казанова замечательная писатель. Он же очень хорошо описывает это время. Я через Казанова знаю, почему много. Вот когда я смотрю на герцогиню Урбинскую, я так себе представляю это время. Я могу вообще не за руку, а трактат написать. Что встает за этой женщиной, которая была могущественной герцогиней, подругой Леонардо, бесконечной умницей, а великим политическим деятелем, даже как и ее муж. Мистификатор. Мистификатор. Это был век Казанова. Мистификатор. А есть какая-то... Вот одна точка. Она условно в вашем месте называется Шекспир. И хотя то, что я буду читать, это не есть общепринятое чтение Шекспира, а плод моего больного воображения, оно вы же другое можете в книжке прочитать, правда? А, ну пока я даже... И все равно, это все равно чуть-чуть. С одной стороны, Англия — это остров. Она остров и сечет. Она говорила островом, потому что остров — это не остров положения. А остров — это особая система сознания. Это абсолютный изоляционизм. И англичане, и были, и есть изоляционисты. Вот, извините, что я так говорю, но моя жизнь во многом протекает между двумя столицами. Парижем и Лондоном, прошу меня простить. Мне приходится бывать то там, то там, что следует, там Парижем, то зайду в Лондон. А они для меня уже не дарайная, Лондон или Париж, а местами-то я живу уже немножко по-другому. И вот я каждый раз удивляюсь, меня каждый раз удивляет. Как сразу попадаете в совершенно другой мир, островной. Потому что вся лондонская архитектура, кто был в Лондоне, руки поднимите. Из чего состоит лондонская городская застройка? Отвечайте. Она состоит из дверей. Вы помните это или нет? Вы помните это или нет? Вот эти дома, которые состоят из дверей, Вы обратили хотя бы на это, Дима? Вот лондонская городская застройка состоит из дверей. А Париж нет? Совершенно другой тип. Что? Можно для тупых пояснить, что значит лондонская застройка? А я вам сейчас объясню. Есть Лондон. Есть Лондон. Это определенного типа жилые дома, в которых живут лондонцы. Это дома в основном двух или трех этажных. А в Лондоне они высокие. И квартира, квартира в доме. Это дверь. Вы не входите в подъезд и поднимаетесь по квартиру. А это дверь. И вы входите к хозяину. И у каждого дверь выкрашена в свой цвет. И своя стукалка. А нигде в мире больше этого нет. И весь Лондон. Иду однажды я с Александром Исечем, Пятигорским, по Лондону. Он хорошо знал Лондон и очень важен человек. Идем с ним. И он так, двое дня. Ну, искусствовед. Это архитектура. Какого времени? Подвох. Подвох. Точно знаю, что подвох. А где он пойдет? А что? Стоит передо мной серое кирпичное здание. Большие ухи. Он с такими переплетами. Павел, что за сила? Ранник. Инструктивизм. Говорят, сколько. Инструктивизм. И все как полагается. Но я же понимаю, что подвох. Я же понимаю, что собака зарыта. А, ну, искусствовед. А искусствовед говорит, бе. Потому что, что подвох, я понимаю, но кроме конструктивизма. Ну, так. Еще даже я причислил, представил себе, какое время, тут надо не очень точно попасть в точку. Отвечать, чуть сдвинуть, наверное, вот туда, если я сдвинул. Да, будет как раз и ничего. Я, значит, набрал воздух, выдал тонкие знания свои о эпохе Ранник-Сартизме именно в Англии. Знаешь, что я сам Сеч Победановска сказал? Эпоха Тюдоров, Георгих Восьмой. Вы поняли, как я влипла на 400 лет. Я оборсили. Я оборсили. Что можно сделать? Это Англия. В мешке лежит тип. С бородой, в принципе, начитает книжку. Бомж. Он говорит мне, я говорю, Боже мой, Сашенька, как вы несчастье. Интеллигентный человек. Ему не на что жить. Он говорит, иди, да не оборачивайся. Это там какой-то, вот не знаю, Ханс или Хенс. Ну, он так вот просто, ну, дурака. Ты же правду говоришь? Ну, тут уж правду ли говорит Пятигорский? Это, понимаете, что меня ожидало след за этой глупостью? Вот. Уже такая отповедь. И напомнили мне Тюдоров. Мне Тюдоров часто прямо вспоминает. Иногда до обидности публично. Но я хочу вам сказать, что это Англия. Он лежит в мешке вонючем. Собака стоит рядом. Какой-то ему хочешь копейку дать. Тебе его жалко. Видно, что он настощенный, интеллигентный. А он какой-то лоб Ханс. А он чудит. Вот дурака. Играет. Вы же знаете, что лучший актер английский, да? Вы знаете, что лучший театр в Англии? Вы знаете, это или нет? Знаю. Знаете? Вы знаете, что лучший актер? И в кинематографе лучший актер английский. И театр лучший ролик. И всех додавал. Это не главное. Эта страна очень серьезная. Очень странная. Она такая неинтровертная. Не с системой. Экстравертная. А в той духу, о которой мы с вами говорим, она была еще невероятно мощностью. Вы знаете, что англичане были самыми лучшими в мире пиратами. Вы знаете, это или нет? Да. А вы знаете, что матушка Елизавета делала? Да. Что? Расскажите. Расскажите. С Фрэнсисом Дрейком. Нет. А что? Как она с ними работала? Вы знаете? Да. Они платили, а она забыла, как называется этот титул. А как она это осуществляла? Да. А как она это осуществляла? Она выходила к своим подданным. А платья-то на вертогадыни такие. И у нее на платье, вот она стояла с вером своим и стоит. А у нее на платье, вот она собирает вот этих всех своих парней, да? А на платье, даже она еще такие фокусы сделала, они делали на таких флагштуках канделябрах, свечки, как фонарики, с точками, где они должны ждать испанцев. Карта у нее здесь была. И стоит себе. Можно было по-другому? Конечно. Даже лучше. Но это же Англия. Это же игра. Мы играем. Но мы не играем в пиратов. Испанцы развязали пиратское движение. Англия должна была им начистить пятачок, да? И начистила, правда? Великую армаду. Правда? Однако, с этой Великой армады тоже не совсем все просто. Потому что, вы знаете, наверное, очень хорошо, не вы, вы знаете, очень хорошо, что Великую армаду не столько доблестной адмирала Елизаветы, сколько буря. вы знаете о том, что армаду погубила буря. И слава. А вот у Шекспира буря работает в его пьесах или нет? Да неоднократно. А Великую армаду кто там разметал? Буря его разметал. англичане заранее знали, что Велика армада не будет. Это надо было быть таким самодовольным и тупым и надменным человеком, как Филипп, чтобы не сообразить. Ну там такие страсти кипели. Мы не до этого с ума сходили от вот этого накала против англичан. Портреты Дрэка остались? Ох! На мальчике. Вы что? В Национальной галерее вот так стоите, да, на Трафальгарске? А справа что? Картины Национальной галереи портрета. И когда вы поднимаетесь так, у меня есть портреты, поднимаетесь наверх, она спускается сверху вниз. То там с 16 века портреты идут до третьего тысячелетия. И наверху там это самое Тюдоровское временем все это, все. Там портреты всех, абсолютно всех. я давай искать портрет Байронка. Чей пламбы искать портрет? Конечно, Байрона. В городе я спрашиваю у своего приятеля, дипломата английского, который специально занимается русским языком, только для того, чтобы читать по-русски Мандельштайну. Он специально изучает русский язык, изучал тогда, сейчас он уже все, чтобы читать Мандельштайну. Я ему говорю, слушай, а где портреты Байрона-то, а? Почему памятников Байрону нет где-то у вас в Лондоне? Почему нет ничего в соборе Святого Петра? Всем есть, ему нет. А он не, ну, почему нет? Там какой-то сквей там стоит. Я думаю, что это, как не стыдно. А он так рукой говорит, ну, он персонал он брат. Пять лет назад, да? Байрон персонал Монград. Я говорю, знаешь, ты так скажешь персонал Монград а у нас Монград там был персонал Монград. Он так сказал, не смей там говорить о Монград. Он великий поэт и святой мученик. А Байрон фигуру Монград только англичане могут себе позвать припомнить Байрон чего-то там. Очень театральная страна. Страна театра. И всегда была страна очень театральной. Театральная история театрального шестра и вместе с тем очень самостоятельно, очень доверно. Это же надо было позволить позволить себе низложить ватиканскую церковь и стать королю главой англиканской церкви. не тосягаем папу достань. Инквизицию не впустили, папу не впустили. Исключительно самобытая нет. сложившимся таким уже был достаточно степен доверным. Достаточно степен доверным. Мне очень приятно рассказывать об Англии. Очень интересная страна. Но сейчас я просто это маленькое предисловие сделала в преддверийших спирах, потому что это самобытность и это тотальная страсть к игре и розыгрышу. Вот этому самому лорду Хэнсли, который будет валяться в этом мешке с уличной собой. А ему будут подавать какие-то там монеты, а он будет лежать и читать не весь какого автора, которого мужчина один и знает. Или собственные произведения. с цитатой Шекспира «Тайна там, где мы остаёмся с вопросами без ответов». Тайна – это когда мы остаёмся с вопросами без ответов. Как вы считаете, что представлял собой Лондон, вот как вы представляете себя Елизаветинского времени и Кухишек спел. Как представляете, что это было за год? Как вы представляете себя какая там была театральная жизнь? Вы знаете это или нет? Какая там была театральная штука с собой город? Вы знаете, сколько мест было в Глобусе? В Глобусе, вот в театре Глобусе. Потому что ещё до Глобуса нам надо поговорить, чтобы представить себе что такое Глобусе. Что такое Глобусе? Сколько мест было в Глобусе? Ну кто так, навскидку. Говорю, потому что не догадайтесь, 3300 мест. А в театре Роза, который был рядом и принадлежал Хэнс Лоу, тому же самому хозяину, которому принадлежал Глобусе, они все пайщиками были. До перестройки 900 мест, а после перестройки 2200. А театр Роза, даже не представляется себе, сколько театров было в Глобусе. И все были пятком. И все были в Глобусе. Я хочу вам сказать, что рассказать вам просто немного о том, что писали в свою театральную жизнь Елизаветинского времени и времени Якова первой сферы. Вам абсолютно это надо знать, потому что без этого ниж экспирации нельзя ничего. для того, чтобы еще просто ближе подойти к очень странному явлению, которому условно называем сейчас условно. Я хочу еще раз вспомнить выру, которую я разметала в Великвормане. Например, около Елизаветы был человек один, о котором я написала и о котором буду писать. Его звали Джон Ли. А он был около Елизаветы и вообще был одной из центральных фигур эпохи. Все называют Роджера Бекона. Называют правильно, потому что Роджер Бекон был фундаментальным ученым. Джон Ли был другом Джордана Бруно. И мы очень много знаем о эпохе и сохранившейся и хранящейся сейчас о переписке Джона Ли с Джорданом Бруно. Она печатается частично в произведении Джордана Бруно, который выходит, но полностью она издана только в Англии. И тогда понятно, какой Джордан Бруно вообще немножко понятно времени. Потому что Джон Ли был одним из авторов проекта Глобус, очень близким человеком шекспирского круга, а близким Елизавете человеком. Хотя о том, как Шекспир себя вел в отношении Елизаветинского управления, я тоже вам, конечно, расскажу. Он, Джон Ли был, знаете, кем? магом. Магом. Обыкновенным магом. Алхимиком. Вот Роджер Бекон был философом и ученым. А он так же, как и Томас Морн. Квейки Томас Морн. Был магом. наука, который создал Томас Морн, называлась демонология. Он был демонологом. Но о нем несколько позже. А Джонни Ли очень большая литература. огромный. Огромный. Когда я коснусь архитектуры театра Лондона. Он был не осуществителем, плотником, он был автором идеи. Это идея театра Лондона, была коллективная идея. Это был самый шикарный театр Лондона. Шикарный. 3300 мест. Центральный театр. Вся театральная жизнь Лондона, вся театральная жизнь Лондона размещалась вот где. Вот те, кто были в Лондоне, сейчас меня поймут, где это. Был район, который назывался Шертич. Шертич. Сейчас так называется. Это тот район, где находится собор Святого Павла. Лондона. А вообще этот район называется Сити. Сейчас это Сити Лондонская. Он находится на северном и вот этот вот тут собор Святого Павла. Вот эти вот районы Сити. Вот здесь размещался этот район. который называется Шертич. Вот этот район Шертич очень интересный объект. Там туда просто что там было. Там были все театры в Лондонске в основном они помещались вот на эту берегу и назвалось Шертич. там было очень много театров, скоплений театров. Но там кроме театров были публичные дома и гордые давно. Вообще такая странная, двусмысленная, сложная жизнь. А на противоположном берегу там где сейчас вот вы переходите через мост вы сейчас переходите. а раньше они через пост переходили а или пункт был переправный или на лодках перешли. Как-то он назывался Сонгтон этот рай. И там тоже были публичные дома тоже были театры и там один из главных театров который примыкал к публичному дому а публичный дом назывался или пуститут называть Розы. Это театр назывался на улице Роз. И сейчас стоит эта улица Роз. Потому что одна из тем глокус она выходит на Уфе Роз. Там помещался другой комплекс который тоже был театром. По вторникам и четвергам в театрах давалось травле медведей. Любимое зрелище Лондона. В основном травле животных диких. Они на них ставили, они играли, пили пиво, орали. то есть что хотели то делали. И шли в бордель тут же из борделя. Спортивные залы. Эти вот забыл как ты играл в херле, да? Когда вот эти как они называются эти залы? Боллинг. Это же любимое занятие. там же специальные залы были. Это же любимое занятие. Как буголинг, да? Да. То есть там сразу все. Каждый театр был обязан иметь день или два неделю. Когда они предавались так называемым народным забавам. Ну нельзя же все о грустном да о грустном, да? Давайте ребята и повеселимся. И ни глобус, ничего не было для этого исключения. Точнее понятно, когда они работали. Они все время торчали в этих двух районах. Посмотрите сколько театров, и эти театры всегда наполнялись. Там тепла такая действительно бурная очень жизнь, которая состояла не только в том, сейчас я покажу, потому что очень важные места, что эти театры были и театрами, и не театрами, а вообще местами проведения досуга, причем этот досуг был сам, что ни на есть, а как говорится, не жипунцы, да? вот такой вольный досуг с этими буллингами, зверями, проститутками, пивом, и, конечно, неограниченным сквернословием. Абсолютно в порядке вещей все. Острое слово, оно очень было вне. Это был театр в театре и в театре. Но самое интересное не это, а то, почему, сейчас покажу. Самое интересное то, что люди, содержавшие театр, люди, державшие театр, это была совершенно особая группа людей, в Англии того времени. Потому что Джон Барбетч, с которым был связан Шекспир, или Шекспировский театр, или Шекспировский театр, точно так же, как и самый знаменитый Аллейн его звали, Джобджо Аллейн и Хэнс Лоу, три человека, они держали практически как администраторы, антрепренеры и в меньшей степени актеры, хотя Джон Барбетч создал огромную и очень плодотворную актерскую династию, именно актерскую династию. И сын его был очень близок, он в глобусе был до конца и был одним из тех, Роберт Барбетч, который принес издателю, первой инфолио в 1623 году издание полного собрания сочинений Шерст-Бира со знаменитым этим портретом в маске, который я вам покажу, все портреты покажу, его современные. Точно так же, как Оказывается, они стали не тешевыми, но они были антрепренерами. Они были только антрепренерами. Пальщиками. Там была сложнейшая система. И они никогда не держали только театр. Они обязательно держали вот эти заведения все развлекательные. Обязательно публичные дамы сразу. И всякие мастерские. Там перчаточные, зонтиков. Это были люди, как мы можем назвать, современными предпринимателями. Среди них были очень успешные. И вот среди самых успешных предпринимателей этого времени, то есть антрепренеры, предприниматели, они на паях покупали землю и на паях покупали театр. И перепродавали эти театры друг к другу. Вот одним из самых успешных антрепренеров, предпринимателей и пайщиков был некто Шекспер. Я Шекспер. Ходят такие разговоры, вот если Бербэтдж был действительно большим актером, трагер, то ходят такие разговоры, что он играл на сцене очень разных титулов. Не только глобусы. Просто он участвовал, а вместе с консловом Бербэтджем, среди пяти пайщиков, а это на паях пять человек, построили глобус, сделали глобус. Он был в числе пайщиков. Для характеристики этого человека, я сейчас займусь характеристикой этого человека, потому что я еще вам расскажу о том, как театры гастролировали, например, потому что они были антрепризные, они были постоянные, потом они сдавали какому-нибудь театру свое помещение, а сами на гастроли уезжали. И очень много разъезжали, очень много разъезжали. Мы все это знаем, потому что материал, знаете, в Англии бумага не теряется. Все хранится. Они, значит, в такой мере сложные организации. Честно, я вам расскажу сразу две вещи еще, чтобы объяснить. Но театр имя антрепренеров и пайщиков, вот тех, кто административно организовывал эту жизнь, театр имел имя своего покровителя, и я бы даже сказала, отчасти спонсора. Поэтому театры назывались именами покровителя и спонсора. Там театр лорда Камерегиера, театр Елиминейства Королевы Елизаветы, театр Пембруков, театр Саунгептона, лорда Саунгептона. И очень большое количество вельмож, первых придворных Елизаветы, их имена связаны и с пиражским движением, и с елизаветинской политикой внутренней и внешней, они все каким-то образом, потому что я вам просто, я наизусть все не помню, я просто зачитаю список имен и покажу просто их портрет этих людей. Мы с этого будем начинать, 6 числа наши разговоры. Они все имели отношение к театру, они были внедрены в театр. У них были отношения с актерами специфическими, то есть английское общество, сама Елизавета, и тот же самый Роджинбург. Они все участие принимают в жизни театра, и в жизни театра, покровителями которых они были. Один из самых великих, один из самых великих покровителей театра. Была необычайно такая, не ортодаксная, такая экстравагантная фигура, лорд Оксфорд. У него было просто несколько театра. А уж Сау Эгиптон. А Сау Эгиптон это вообще такой тип, что дай бог, понимаете, все-таки ему посвящена, посвящена в большей степени шекспировские санаты. Он герой Шекспира. Может, он был его возлюблен, я не знаю. Но уж очень он близко к нему стоял. Или тот, или они друг. Переплетено. Вы понимаете, как это вещь? Переплетено. И вот прежде чем сегодня закончить, я вам хочу сказать, что вот о том Шекспире, который безусловно написан много литературы, который был пальчиком, не только глобусом, это и есть тот тип, который называется Стэнфордский Шекспир. Понимаете? Он связан со Стэнфордом. Где отец его был. Мясняком. Поняли, да? Ростовщиком. Перчаточником. Грамоти не знал Джон Шекспир. Подписывался ключом. Сохранил 5 или 6 документов. Сохранил 6. Судьей. А потом мэром Стэнфордом. А мать происходила из очень такого даже древнего рода. Анна Храблут. И при ней все известно. И однажды ему было сказано. Хватит. Тут в Лондоне твоя жизнь закончена. Возвращайся к себе домой. Это точно очень известно, когда был. Он и он к себе домой. В Стэнфорд. А там развернулся. Ну же так, что уже мы знаем все. В основном он занимался расставщичеством. Этот Вильям Шекспир, которого мы очень хорошо знаем, о котором написано огромное количество книг. А, вот эту вот самую, ту книгу, которую я хотел показать. Я ее дома оставила. Огромное количество книг. Исследование. Вот такое сейчас колоссальное вышло. А человек, который как бы придерживается Стэнфордской теории Шекспир, но у него там, кажется, с концами не сходится. Я возьму из 6-го числа я там сцитат. Я буду из него. Это англичанин, который просто уже там все документы копает. Он просто пишет о том, каким он был. Преуспевающим дельцом. И все пишут, что он был очень деловым человеком. Дела вел шикарно. Жизнь была довольно интересной. Иногда даже выступал актер. Но в основном это был деловой человек. Понимаете? Это был настоящий администратор, бизнесмен, шикарный деловой человек. И когда он умер, когда было скрыто его завещание, и в завещании все было написано, что кому, что и как, потому что он был, уже отец его был богат. Ну, он был мэром, что ли. Ага, это меня. Я хочу вам сказать, что оказалось, что в доме, вот где он, этот шикарный, в шикарном жил, книг нет. Кровать есть, мебель есть. Умутворим. Вообще богатый дом уже сохранился, там же видно. Книг нет. Что-то в любви была материнская. тоже. Вообще он занимался судами, браконьерством, всем судился, потому что он задавал суды, занимался деловой жизнью, налоги на слой, охотился. потом они очень интересно описывают образование его. Но отец был безграмотный, он ходил в местную школу. Как говорится, читать он не был. он научился читать. Потом, когда все-таки надо каким-то образом его привязать к тому, что он еще и пописывать должен был иногда, да? Вот тут сложности возникают даже у самых крупных исследователей и стамфортианцев. Потому что он писать обязательно должен. Вот откуда он знания брал, черпал для писания. Ну, допустим, еще его хорошо выучили писать. Но помимо того, что он там всякие фантазии свои сочинял, как известно, все набито густо цитатами из мировой истории и литературы, еще требуется там знание прекрасной придурной жизни. Я вам о Гамлете такое скажу. Вы обалдите. А там сколько надо было знать, чтобы это написать? И кто он был в этой группе? Кто он был на самом деле исторически? Сейчас известный достаточно. Прототип, так сказать. И вот эта вот история с мамашей. И кем была мамаша, вот не расскажу ни за что. Чтобы просто для вас это было как подарок, как все это есть. Потому что вы знаете даже и мамашу, и все, и папашу. Там в порядке все с родственниками. Только вы их имена не понимаете. Италию он должен был знать. Или это Италия, про эту Италию ему кто-то рассказал. Про Падуанский университет тогда. Вообще про Италию, да? Про Верону он должен был что-то знать. Вообще у него в Италии много происходило. но он никогда же в Италии не был. А сколько прочитать надо было, чтобы это знать. А там все-таки записки очевидца. И вот тут у самых крупных статус-радиоанцев у них начинается коллапс. Они из положения выйти они не будут. Поскольку я должна сейчас закончить, я могу сказать, что все, мировое шекспироведение, а также советское шекспироведение, не считаться с которым невозможно. А потому что в число шекспироведов русских входили и люди с мировыми именами. Таких, как Морозов Смирнов, таких, как Анигс. Все страны входили. Шекспиров с шекспироведением вот это, которое настаивает на стендфордской происхождении шекспироведения. Что тот Шекспир, который был антрепренер и делец, и тот Шекспир, который это одно лицо. А вот русское шекспироведение до 30-х годов, оно придерживается противоположной точки зрения. То есть вот эта стендфордианская теория Шекспира связана с советским шекспироведением, которое начинает предоисчисление с конца 20-го начала 30-го года. Анатолий Васильевич Луначарский, который написал одну из очень фундаментальных работ по Шекспиру, которая называется Шекспира и его эпоха, придерживался прямо противоположной теории и не признавался в этой стендфорде. То же самое творится во всем мире. В английском в этом смысле очень все серьезно, так же, как и вообще. С моей точки зрения это было два разных человека, но их было двое. Вот тот, который Стэнфорда был очень нужен. Он играл очень большую в истории двух Шекспиров, который стал одним.